В тот момент, когда олень находится под вашим лабазом, и вы натягиваете тетиву лука, любой звук кажется грохотом проходящего товарного поезда. Решению этой проблемы Ситка посвятила последние три года. В принципе, вся наша одежда основана на достижениях науки о материалах. И поэтому еще одним шагом на пути к полной маскировке охотника в лесу стала разработка малошумящих тканей. Мы не только хотели сделать куртку Фонетик бесшумной, мы решили полностью переделать ее, улучшив общую функциональность. Все началось в лаборатории Гор. Именно там мы стали сравнивать различные виды материалов, выясняя, какие сочетания будут наиболее бесшумными во время движений охотника. Лишь затем мы перешли к самой куртке. Восприятие звуков человеческим ухом субъективно, поэтому мы создали процедуру измерения шума, производимого нашей одеждой. И это привело нас к Карлу Миллеру, которого мы попросили помочь нам разобраться с тем, как эти звуки воспринимаются оленями. У оленей огромные оттопыренные уши, при виде которых возникает вопрос, зачем такие нужны? Да, для усиления звуков. Вспомните, как вы подставляете к уху ладонь, пытаясь расслышать отдаленный звук. Большое ухо оленя, подобно рупору, способно усиливать звуки. Диапазон различных звуков у оленя очень близок к нашему. Они не так хорошо различают низкие частоты, но лучше, чем мы, слышат высокочастотные звуки. Если мы лучше всего слышим звуки от 3 до 5 кГц, то олени, согласно нашим исследованиям, где-то от 4 до 8 кГц. Итак, одежда производит звуки двух частот. Низкочастотный звук, около 125 Гц, при сгибании материала. И звук, например, при задевании дерева, около 3000 Гц. От Карла мы узнали, что шум с частотой 3000 Гц попадает в диапазон звуков, хорошо слышимых оленям. В конце концов, мы нашли подходящее сочетание мембраны виндстоппер с наружным слоем из бербер-флиса, благодаря чему достигается необходимая непродуваемость, паропроницаемость и долговечность материала. Мы находимся в лаборатории Гор в Мериленде. В климатической камере мы пытаемся воссоздать полевые условия при лабораторном контроле. Мы будем действовать планомерно, чтобы получить как можно более чистый результат. Крис и Карл, нам надо будет зайти в климатическую камеру и подождать там примерно 15 минут, чтобы акклиматизироваться. Куртки охладятся снаружи, получат тепло от тела внутри и придут в состояние, похожее на то, в котором они находятся на вечерней охоте. Внутри климатической камеры находится акустическая камера, позволяющая производить чистые измерения звука без внешних шумов. Итак, Крис пройдет первую серию испытаний. Потом Карл, потом я. А потом опять зайдет Крис в другой куртке. Потом опять зайдет Карл в другой куртке. И потом опять зайду я в другой куртке. Предположим, я услышал оленя у себя за спиной и поворачиваюсь, задевая дерево. Наши ноги примерзают к полу. Выключайте. В камере, в лабораторных условиях, мы испытываем почти то же самое, что и на охоте в сильный мороз. Так мы видим, что уровень шума обычной куртки при натягивании тетивы как минимум на 5 децибел выше. Я думаю, что это принципиально. То, что я услышал о разнице в шуме между этими двумя моделями. Чтобы услышать этот шум оленю, надо подойти вдвое ближе, чем обычно. И это действительно здорово. Данные достоверны. Все измерено правильно. Главное, что мы обнаружили, это разница в 6 децибел. И это важно, потому что вдвое сокращается состояние, на котором олень не услышит вашего движения перед выстрелом. Это было просто замечательно подтвердить в цифрах нашей гипотезы, над которыми мы работали в течение многих месяцев. Результат получился феноменальным. На выходе мы имеем материал не только удобный и дышащий, но и еще непродуваемый, что повышает его функциональность и при этом практически бесшумный. Это новое поколение фенетик. Самая бесшумная одежда для охоты в лесу, какую мы когда-либо выпускали. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова